Четырехдневную пешую прогулку по центральным улицам Саратова совершила корова из Азинского района. Годовалую Клеопатру привезли для участия в сельскохозяйственной выставке, которая проходила на ипподроме. Однако животное сбежало еще до ее открытия. Его удалось поймать только в центре города. О приключениях коров в Саратове материал Елены Губенковой. Конечным пунктом маршрута коровы из Азинок стал дворик на пересечении Московска и Степана Разина. Годовалая Клеопатра – гордость фермера Алексея Седова. Хозяин привез ее и еще одну корову казахско-белоголовые породы на сельскохозяйственную выставку, которая проходила в минувшие выходные на Саратовском ипподроме. Правда, Клеопатра туда так и не попала. Она отвязалась и отправилась на пешую прогулку по Саратову. За несколько дней своего путешествия животное побывало практически на всех центральных магистралях. Вчера ее нашли в полях Юго-Востока. Но, к сожалению, в ночь наша коровка решила прогуляться по городу Саратова и пойти к нашему родному минсельхозу. Я, видимо, понимаю, что в этой ситуации ее спасет только Министерство сельского хозяйства Саратовской области. И практически она прошла проспект «50 лет октября». С проспекта «50-летие октября» корова дошла до Кутикова. Так о ней стало известно в городской службе спасения. Туда позвонили свидетели странной прогулки. После долгих поисков нашли загулявшее животное на Московской. Спасатели городской службы спасения выехали на место. Сразу обнаружить животное не удалось. Только в течение двух часов мы искали корову и нашли ее на пересечении улицы Московская и Степана Разина. Где мы ее как бы зафиксировали, привязали к столбу, связались с работниками полиции, вызвали их на место и стали искать хозяев животного. Приключения коровы в Саратове завершились на борту «Газели». Туда ее помогли погрузить спасатели. За время своей прогулки животное прошло около 100 километров. Теперь отправится в еще более длинный путь. Домой в Азинский район. Елена Губенкова, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.